добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг и меня зовут игорь сегодня мы с вами рассмотрим совершенно новый хендай тусон очень интересный автомобиль на самом деле и перед тем как мы начнем я хочу напомнить что автосалон про тюнинг может привести абсолютно любой автомобиль вашей мечты подобрать его какой он вам необходимо сделать это в максимально короткие сроки давайте же приступим к обзору как вы видите у нас здесь обновленный дизайн всего автомобиля и лично мне очень нравится как выполнена решетка радиатора который переходит у нас в передние элементы дневных ходовых огней все это очень красиво смотрится и плюс подсветка самих дыха напоминает нам бриллианта она очень красиво переливается внутри вот эти вот маленькие фары и все это очень выигрышно смотрится и плюс отделка этих элементов это у нас хром который тонированный то есть нестандартно как на всех автомобилях встречается то что у нас блестящий серебристый хром а здесь он такой притемненный но при этом также очень хорошо блестит безумно классно смотрится прекрасное решение в плане дизайна и стиля автомобиля я думаю это то что нужно на многих автомобилях и тут же спереди мы видим камеру который относится у нас к круговому обзору на данном автомобиле очень хорошая комплектация это у нас тоже предусмотрено спереди еще есть парктроники которые нам показывают еще и расстояние помимо картинки на экране мультимедиа переходим чуть далее и с самого края передних фар мы видим то же самое продолжение тех драгоценных камней имитация которая тоже у нас выполнена в тонированном хроме на автомобиле стоят оригинальные 19 колесные диски с полированной передней частью это алмазная проточка и окрашенный в черный глянцевый цвет тоже очень хорошо контрастирует и выигрышно смотрится тут же мы видим в зеркале заднего вида камеру кругового обзора как раз таки у нас спереди по бокам сзади у нас тоже будет камера установлена и одной немаловажной доработка которая была выполнена на данном автомобиле по желанию клиента в нашем тюнинг-центре про тюнинг это антихром при покупке автомобиля в нашем автосалоне вы можете сделать доработки абсолютно любые какие вам необходимы не перевозив ваш автомобиль собственно ручно в разные тюнинг-центре поиском лучшего решения это все делается у нас максимально качественно и в короткие сроки поэтому обращайтесь делаем все в лучшем виде на передних дверях мы видим отдельную кнопку это у нас бесключевой доступ который здесь предусмотрен сверху мы видим рейлинги для установки багажника на крыше автомобиля который тоже у нас краски выполнены в черном глянце ничего у нас не выделяется черный автомобиль с черными элементами все очень хорошо смотрится и на крыше у нас присутствует панорама вплоть от передней части от лобового стекла которые проходят до самого заднего ряда поэтому все пассажиры которые находятся в салоне могут наслаждаться панорамный крышей перемещаемся в заднюю часть автомобиля здесь тоже очень интересно выполнены многие решение в плане дизайна например задней фонарь, который у нас проходит от заднего крыла по всей ширине автомобиля с вот такими вот элементами, которые выходят вниз. И внутри у нас тоже имеется иллюстрация драгоценных камней, которая у нас была на передней части автомобиля. Снизу мы видим отсылку к автоспорту. Это диффузор, который имеет два вот таких вот клыкаток. Скажем, это все опять же у нас пришло из автоспорта. Но здесь это выполнено только в плане дизайна. И здесь же у нас присутствует камера, как я и говорил, которая относится к круговому обзору. И еще и парктроники. Как спереди у нас были, так и сзади автомобиля. Открываем багажник. Первое, что мы видим, у нас здесь присутствует верхняя шторка для того, чтобы мы закрыли все вещи, которые переводятся в багажнике. Дополнительный резиновый коврик, чтобы в зимнее время года, либо если вы возите с собой что-нибудь, что может у нас пролиться на пол, это у нас будет как раз таки дополнительной защитой от самого проливания. Для как раз таки этого коврика, который у нас идет уже снизу, пол багажника. Здесь же мы видим, что у нас имеется полноразмерное запасное колесо. Это тоже очень приятно, что сюда установили не докатку какую-нибудь, а прям настоящее, такое же абсолютно колесо, как стоит у нас на автомобиле. Здесь же мы видим еще и домкрат и комплект, как раз таки, чтобы мы могли быстро сделать монтаж в дороге. Закрываем пол багажника и видим сбоку, у нас имеется еще и дополнительный прикуриватель. Тоже очень приятно, что можно будет зарядить ваше устройство в дороге и большое количество крюков в нижней части багажника, чтобы закрепить груз, и он у нас не летал по багажнику в процессе езды на автомобиле. Перемещаемся в салон данного автомобиля. Тут у нас имеется отделка из кожи на большом количестве элементов. Ну, в первую очередь, это, естественно, сидение, передние и задние, подлокотник. На дверных картах у нас присутствуют элементы из кожи. И тут уже мы видим веяние современных технологий, современные отделки материалов. Это такой эко-материал, это ткань, которая у нас идет на дверной карте и переходит на центральную консоль. Как по мне, на самом деле, смотрится очень красиво, очень выигрышно. То есть, раньше у нас считалось, что ткань это элемент бюджетных автомобилей, но здесь даже в кожаном салоне присутствует такой красивый элемент. По опциям. У нас здесь имеется руль с лепестками с левого управления мультимедиа-системой и голосовым управлением, и справа управление круиз-контролем. За ним находится электронная приборная панель, на которой отображается вся необходимая информация, спидометр, тахометр у нас, расход топлива, остаток топлива, ну и так далее. В общем, все, что у нас есть в автомобиле. Экран мультимедиа достаточно большой, на котором присутствуют красные отображения того самого кругового обзора. Под экраном мультимедиа мы видим панель настроек климат-контроля, которая здесь двухзонной. Чуть ниже у нас имеется большая полочка для хранения ваших вещей. В ней же находится у нас беспроводная зарядка для телефонов. Тоже очень приятно, что здесь это встроено. Два разъема стандартных USB для зарядки ваших устройств и перекуриватель на 12 вольт. Перемещаемся чуть выше. У нас здесь отдельная полоса кнопок, в которой можно включить вентиляцию и подогрев передних сидений. Тоже здесь такая функция имеется. Обогрев руля, функция помощи при спуске с горы и можно включить принудительные камеры кругового обзора. Чуть ниже находятся два подстаканника, достаточно больших. Обновленный блок управления автоматической коробкой передач. Тут у нас нет привычного рычага на всех автомобилях, а все управляется с кнопок на этой самой панели. И уже ниже кнопка ручного тормоза с автохолдом. Бардачок здесь на самом деле не маленький. Тоже сюда, я думаю, практически половина моей руки может поместиться. Все вещи, которые вы перевозите с собой, сюда точно поместятся. Плюс здесь все отделано мягким материалом, карпетом, поэтому оно ничего у вас не будет стучаться об стенке и об нишу самого этого бардачка и сдавать неприятные звуки. На заднем ряду чувствуешь себя очень комфортно. У меня еще есть место в ногах. Я сижу, в принципе, сам за собой. Свои же настроек сидения здесь у нас сохранены. И даже при моем росте я помещаюсь с большим простором в ногах. А правый пассажир может передвигать прямо со своего сидения сидение переднего пассажира. Как можете видеть, оно регулируется. У нас специальный кнопок на боковой части самого сидения. Это у нас элемент, который присутствует в автомобилях только бизнес-классный. Но даже здесь такое встроено, что тоже очень приятно. Вроде бы небольшая функция. Центральный подлокотник с двумя подстаканниками. Спинки сидений мы можем откидывать назад, чтобы еще комфортнее устроиться на заднем ряду. И из удобства у нас еще есть два разъема USB для зарядки ваших устройств в дороге. Под капотом у нас находится бензиновый двигатель. Это рядная четверка на 190 л.с. и объемом 2,5 литра, которая работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, который будет обеспечивать динамичный и, главное, плавный разгон данного автомобиля. Этот Hyundai Tucson 2023 года был привезен совершенно новым из Казахстана прямо сюда, в наш автосалон ProTuning, специально под нашего уважаемого клиента. Если вы хотите автомобиль, абсолютно любой, который вы давно присматриваете, обязательно обращайтесь к нашим менеджерам в наш автосалон ProTuning в городе Краснодар, Москва и Ставрополь. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова